САМБО Само слово «самбо» — это аббревиатура, которая расшифровывается как «самооборона без оружия». Это достаточно молодой вид спорта, ему нет еще и 100 лет. Однако он сыграл огромную роль в подготовке спортсменов, военных и силовиков нашей страны. Возникновение самбо не было спонтанным. Первая половина XX века принесла две мировые кровопролитные войны, а также русско-японскую войну и советско-японскую. Солдаты страны восходящего солнца почти все в той или иной степени владели национальными боевыми искусствами, что давало им неоспоримый козырь в жукопашном поединке. Они передавали эти знания и нашим врагам. И если в Первой мировой мы были к этому не готовы, то во Второй мировой и в частности в советско-японской войне приемы боевого самбо позволили дать достойный ответ на поле боя каратистам и дюдаистам. Официальные даты рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе. Отцами основателями считаются Иван Слоневич, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов и Анатолий Харлампиев. Они разработали основу нового боевого искусства, опираясь на собственный опыт и многолетнее изучение различных видов борьбы. Самбо стало симбиозом приемов дзюдо и джиу-джитсу, а с развитием дисциплины в него добавились и многие другие виды боевых искусств из разных стран мира. В 1966 году самбо официально стало международным видом спорта, а Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы признала его всемирный статус. Самбо – единственный международно признанный вид спорта, официальным языком которого является русский. На сегодняшний день этот вид спорта использует наиболее эффективные приемы и тактики 52 различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы. Философия самбо подразумевает, что это не только вид спортивного единоборства и способ противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств. Мне, например, самбо нравится своей универсальностью. Это же наш родной вид спорта российский, поэтому все собрано в самое лучшее. Задача такая – уважать все виды спорта, которые гармонируют, систематизируют. Любой вид спорта заставляет человека работать над собой. Самбо делится на два вида – спортивное и боевое. Спортивное доступно абсолютно всем. Именно оно распространено в качестве вида спорта по всему миру. Основной задачей является демонстрация бросковой техники и техники болевых приемов. В боевом самбо в первую очередь важно максимально эффективно и быстро лишить противника возможности к сопротивлению. Отчасти в связи с этим боевой раздел самбо до 1991 года был доступен лишь для силовых структур. Боевой самбо и сегодня представляет из себя систему, которой обучают полицию и армию. В боевом самбо также разрешается совершать приемы с оружием. В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приемы на руки и ноги. За броски и удержания присуждаются баллы. Бросок – это прием, с помощью которого самбист выводит соперника из равновесия и бросает на ковер на какую-либо часть туловища или колени. Если самбист, прижимаясь к сопернику любой части туловища, удерживает его в этом положении в течение 20 секунд, то такой прием называется удержанием. В самбо есть возможность досрочной победы. Для этого необходимо выполнить бросок соперника на спину, оставаясь в стойке, провести болевой прием и набрать на 8 баллов больше соперника. Руки выбрасываем, руку выбрасываем. Не надо заряжать руку. Вот вы стоите, с подшагом идет рука. Вторая рука. Нога, спина выкидывает вторую руку. Это прямые удары. Боковой в голову. Руки всегда к голове возвращаете. Снизу с бедром. Снизу под блоком. В голову. И комбинируем. Связаны все вот эти боевые искусства, которые мы мыем, все это. Ну, это основа боевого самбо. Боевого самбо, конечно, есть раздел, который вообще боевой. Снять часового, как максимально быстро уничтожить противника. Здесь мы даем ребятам, во-первых, твердость духа. Не все могут заниматься боевым самбо. Здесь и удары в голову, и борьба, и ущемление, и болевые, и удушение. Поэтому для некоторых это было откровение. Не все любят, когда больно бывает. Но я говорю, ребят, лучше ты сейчас под моим присмотром это все почувствуй. Ты будешь знать, что такое больно. Ты человеку не сделаешь просто так больно. У нас есть люди, которые прошли и понимали, что они делают. И девчонки, извините, будут реальные. А я имею возможность себя здесь реализовать. Один говорит, девочка и единоборство это нереально. Я говорю, согласен, но они пускай здесь себя реализуют. А дальше в жизни посмотрим. Родители в детстве увидели, что есть возможность рядом с домом заниматься. Ну, я думаю, почему бы не попробовать. Нравится просто. Ну, как-то уже давно привыкла. Я хочу стать судьей. Сначала, я думаю, надо разряды получить взрослые. Мне этот спорт очень нравится, потому что и постоять за себя можно, и за маленьких. Я понимаю то, что из-за такого слабого конфликта не нужно сразу же начинать драку. Лучше попробовать объясниться словами, а только в крайних случаях начинать драться. Доходило до драки, да, было моменты. Я обычно применяю просто удары, потому что я понимаю то, что в самбо, в боевом самбо больше всего разрешено удушений, а одно удушение может просто задушить человека. Хочу попасть в старшую группу для начала и хорошо начать отрабатывать все приемы. На всех официальных соревнованиях необходимо, чтобы спортсмен был одет в специальную экипировку в соответствии с регламентом Всероссийской Федерации самбо. Используются два основных цвета – синий и красный. Красный судья присуждает тому из бойцов, которого первым объявили к выходу на ковер. Форма самбиста не отражает ранг или соревновательный рейтинг. Спортивные правила требуют, чтобы у спортсмена были как красные, так и синие комплекты одежды, чтобы визуально различать соперников на ковре. Самбовкой называется куртка для самбо, представляющая собой видоизмененное кимоно. В отличие от японской версии, куртка самбистов короче и менее плотная. Но зато имеет усиленные швы и вставки на плечах, чтобы выдерживать захваты. Пуговицы отсутствуют, а для фиксации предусмотрен пояс. Спереди самбовка имеет широкий отворот, который используется борцами для захватов. В состав экипировки также входят ботинки борцовки, шорты и пояс. Здесь есть маленькая хитрость. А в нашем видах спорта трудно определить перед тобой, что вы идете по улице. Не все же в поясах ходят, каратисты, не все ходят в кимоно и так далее. Перед вами человек, вы не знаете, кто это. Здесь тоже самое. Вы ходите, ты не знаешь, кто это. Ты должен принять быстрое решение или с ним немножечко завозиться, понять, кто это. Как правило, так и делается. Поэтому здесь перед тобой загадка. Ты должен быстро принимать решение. Самбо – это наука обороны, а не нападения, позволяющая эффективно защитить себя, не прибегая при этом к явной агрессии. Практика самбо способствует развитию физической выносливости, координации движения, гибкости и силы. Кроме того, это искусство помогает развивать такие качества характера, как дисциплина, самоконтроль, уверенность и уважение к сопернику. Занятия самбо полезны для улучшения самооценки, повышения уровня самозащиты и обучения эффективным методам защиты от нападения. Благодаря уникальным педагогическим разработкам, самбисты не только в совершенстве овладевают богатым арсеналом приемов, но и приобретают навыки успешного тактического мышления на ковре. Для одних самбо – это профессиональный спорт и смысл жизни. Для других – любимое увлечение и лучшее занятие в свободное время, способствующее общему развитию. Как бы то ни было, сотни и тысячи людей, закалившие свой характер самбо, сегодня уверенно шагают по жизни, реализуя себя в самых разных сферах. Самбо – это прекрасный вид спорта, он обучает, как представить себя. И, ну, я живу самбо, мне очень нравится заниматься, и выбрал я, потому что, ну, хочу быть сильнее. Самбо привлекло меня так. Были военные игры, военно-спортивные игры, каждый год ратник осенью выставляет своих, как бы, игроков, либо же тех, кто пришли. Мне мама предложила заниматься там, Михаил Ильич предложил маме. Мы пришли осенью, уже на следующий день. Я думала, что там будем стрелять с чего-то, а это боевое самбо. Вот так вот и хожу с того дня. Для здоровья, скорее всего, хобби. Самбисты постоянно работают над собой, совершенствуя как физические, так и морально-волевые качества. Каждый спортсмен проходит всесторонние испытания собственной выдержки воли и трудолюбия. Самодисциплина, настойчивость к достижению поставленной цели, а также должный самоконтроль. Эти черты характера вырабатываются у людей, которые занимаются самбо. Они крайне необходимы для того, чтобы прогрессировать на тренировках и успешно выступать на соревнованиях. Кроме того, развитые волевые качества становятся залогом достойной самореализации вне борцовского ковра. Самбо больше всего дает развитие организму. Участвует вся группа мышц в работе, в борьбе. И спина, и руки, и ноги немножко позанимаются. Они научатся и хворкаться, и владеть своим телом. И вообще они будут способны. Здесь и преодоление себя, и умение управлять своим телом. Когда человек борется и бьется, здесь работают все группы мышц. Поэтому самое главное мышцы – это мозг. Если человек думающий, он победит всегда. А на сегодня это все. Будьте здоровы, продолжайте заниматься спортом и стремиться к новым достижениям. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. До новых встреч!